Нам нечем занять выходной, мы поедем куда-нибудь в соседний город, в другой регион, или в Томбурскую пещеру, или в Верхотурский Кремль посмотрим, раз уж он единственный в этой части России. Сейчас это так уже не работает. Сейчас есть моментальная возможность очень быстро получить огромное количество предложений за два клика в интернете. Выросла конкуренция, выросло качество предлагаемой продукции, выросло количество запросов, потому что люди начинают по разным причинам искать, чем занять свое время и почему именно экскурсии занять это время. Для многих это уже становится не только формой досуга, просто на что-то потратить два часа или один день. Это становится формой просвещения, углубления в какие-то проблемы, темы, сюжеты. Я знаю людей, которые целенаправленно ездят по России, например, изучают только советскую авангардную архитектуру. Их интересует этот аспект. Они сравнивают, сопоставляют, собирают разные истории. Где-то они могут быть профессиональными архитекторами, а где-то это их просто внутренний интерес. Вот я хочу заниматься только этим сюжетом, только этой темой. И именно современные коммуникационные возможности, способы очень быстро соорганизоваться, самоорганизоваться, позволяют формату авторской экскурсии и появиться, и быть результативными. Конечно же, авторская экскурсия – это общение. Это общение разных людей для создания чего-то совместного. И вот это тоже очень важное условие, прежде чем входить в этот авторский формат. Авторские экскурсии объединяют людей с очень разным жизненным опытом, с очень разными ценностями, с очень разным видением. Но только в этом формате, как правило, экскурсии возникает пространство диалога и возможности выйти из разного в совместное. То есть создать, например, сообщество. Потому что авторская экскурсия может решать конкретную городскую проблему. Она может привлекать внимание к конкретной болевой точке города. И если еще 2-3 дня назад, месяц, год, никто об этом не знал и не был проинформирован, то через вот такие экскурсионические практики люди вовлекаются. А дальше стоит вопрос – а давайте пробовать решать эту проблему? А как ее дальше решать? А давайте объединяться. И люди, которые вошли в это поле информирования, в это просвещенческую программу, могут создать, сформировать сообщество. Именно так в городе Москве возникло движение «Москва, которой нет». Может быть, кто-то из здесь присутствующих участвовал в их проектах, в их программах. Ну, примерно полтора десятилетия уже этой истории. Само название «Москва, которой нет». Да, как бы наталкивает на некоторое размышление. Они начали показывать не парадную Москву. Они начали показывать вот те многочисленные здания, которые еще уцелели в Москве, в центре Москвы от 19 века. И когда они начали это все делать, начали формироваться сообщества градозащитников. Потому что только через эту просветительскую программу люди вообще узнали, что, ну, черт возьми, это здание где-нибудь там на Арбате или в закоулках за Тверской является ценным объектом, потому что здесь люди ценные жили, значимые жили. И архитектор великий, и какие-то уникальные истории происходили. И вообще это просто там место, формирующее градостроительную систему квартала, района, микрорайона и так далее. И благодаря их экскурсиям в том числе дальше появилась вот эта мощная социальная поддержка у Архнадзора. Да, то есть люди, обычные москвичи, непрофессионализирующиеся ни в каких исторических, тем более в архитектурных темах, стали такими слабыми, но специалистами. Но их главная задача и функция – это создание вот этого сообщества, которое моментально реагирует, как только какой-то бульдозер подъезжает к очередному зданию в центре Москвы, зданию 19 века. Да, вот сформировалось именно так.